Михаил Юрьевич, расскажите о мерах поддержки детей и участников специальной военной операции. Здравствуйте. У нас проводится плановая работа. Как вы знаете, в ноябре 2023 года указом Илдархана и Сен-Сергеевича Николаева были уточнены меры поддержки. Их стало по линии Министерства образования и науки 11. Но на сегодняшний день наиболее актуальными с точки зрения сезонных процессов являются меры поддержки студентам. Почему? Потому что мы с вами знаем, что завершились каникулы школьные, сейчас идет сессия. И многие студенты сейчас готовятся к тому, чтобы праздновать свой профессиональный праздник Татьянин день. Это буквально будет через неделю. Здесь мы особое внимание обращаем, что республика, прежде всего, выплачивает специальную стипендию в размере 5888 рублей всем детям, представителям семей военнослужащих, которые являются или на уровне среднего профессионального образования, учатся в колледжах или техникумах, или учатся в университетах, институтах или академиях. Эта мера поддержки, она действует все время, на весь период, когда человек находится в статусе студента. Ну и понятно, что ребята также могут дополнительно, за счет хорошей сдачи сессии, получить дополнительную стипендию, связанную непосредственно с успеваемостью. Желаем всем успеха, чтобы хорошо сдали сессию и вернулись в республику на свои каникулы традиционные. Ну и также можно сказать, что одной из мер поддержки, на которой тоже оказывается уже весь период действия вот этих мер поддержки, это возможность заключить целевой договор на обучение. Всего принято 141 такое решение, но чуть более 30 ребят этот договор заключили, и воспользовались этой мерой поддержки. Но там, конечно, мы обращаем внимание, что наряду с тем, что там еще дополнительная стипендия может быть назначена уже как целевику, там есть главное, это гарантированное трудоустройство после окончания. В этом году у нас, например, уже было 5 выпускников, которые вот и по этой программе получали стипендию дополнительную, и сейчас они трудоустроены. Ну и, конечно же, мы обращаем внимание на то, что при проведении Татьяниного дня нами даны рекомендации, обращения, чтобы прежде всего обратили внимание на студентов из числа семей военнослужащих. Это очень важно, уделить им внимание, тем более, что на праздники в колледже, в техникум и в вузы приглашаются и сами участники специальной военной операции. Ну и также тоже очень важно, чтобы это движение, эта помощь, она была на уровне семей, поддержана всем населением.